Символы Запорожья глазами детей. В библиотеке юный читатель подвели итоги конкурса, который длился полгода. В нем поучаствовали ребята со всей области в возрасте от 6 до 15 лет. Мальчишки и девчонки должны были найти самые интересные и живописные уголки города и перенести их на бумагу. Какие достопримечательности Запорожья принесли победу юным мастерам, знают наши журналисты. Портреты казаков и украинок, живописные пейзажи Хортицы и фонтаны. Почти 70 юных жителей Запорожьей области выбрали те достопримечательности областного центра, которые, по их мнению, достойны звания «Чудо города». При создании работ в ход пошли кисти, краски, карандаши, ножницы и цветная бумага. Нарисовал фонтан. Он находится на площади Маяковского. Он мне понравился, потому что рядом с ним огромные камни и сам фонтан очень красивый. Нам с мамой он очень давно нравился. Я нарисовала украинку в украинском селе. Мне понравилось. Я решила нарисовать ее, потому что считаю, что украинка – это символ Украины. Украинский венок – это также символ. Калина на моей картине, как всегда, символизирует любовь и красоту. Но настоящим символом Запорожья, по мнению жюри, стал вот этот рисунок под названием «Праздник». Его автор – 10-летняя Алена Кимлыч. Школьница уверена, что название главной визитки города может претендовать церковь на Хортице. Аппликацию Алена создала всего за два урока. Говорит, было не очень сложно, зато увлекательно. Я сначала брала акварель и делала разводы. Потом вырезала церковь, людей и все остальное. Получалась такая красивая работа. Детали добавляла маркером. Вырезала, подделывала. Ну, собственно говоря, вышло очень красиво. Мы рады, что вызвали у детей вот такую волну интереса. И надеемся, что это пойдет на пользу именно патриотическому воспитанию наших детей. Полгода проводим на телеканале МТМ такой цикл передач, как символы Запорожья. Ну, хотелось бы открыть еще одну грань красоты нашего города глазами детей. Не одну грань, а целую россыпь талантов показали юные дарования. Рассказывают организаторы и признаются, оценивать детские работы гораздо сложнее, чем полотна профессиональных художников. Дети, каждая работа уникальна, оценить сложно. У нас появились такие участники 4-5 лет, которые в категорию не попали, самые маленькие. И мы сделали выводы и считаем, что нужна категория 4-5 лет. Организаторы надеются, что в следующем году на конкурс съедутся участники со всей Украины. А там, говорят, до международного уровня рукой подать. Хотят, чтобы весь мир узнал о красотах запорожской земли. Субтитры создавал DimaTorzok